добрый день дорогие любители рукоделия с вами я татьяна из города санкт-петербург но скорее всего моё видео будет интересно девочкам мальчикам вряд ли потому что сегодня у нас такое прикладное швейное видео что же я буду делать я буду шить вот такой органайзер я его показывал уже в видео про органайзера это органайзер который помогает нам брать свое рукоделие собой в дорогу до игольница кармашки всевозможные бисер сюда кладем там в общем единственное что я кое-что изменю здесь здесь будет карман немножечко здесь будет по-другому сейчас я вам покажу схемку в общем этот органайзер я шью на подарок одной девочки ну не знаю буду ли я называть ее имя но когда я его отправлю если она посчитает нужным снять ролик до про полученный подарок тогда я вам сразу оставлю ссылочку на него ну и так что же нам понадобится у меня остались две вот такие ткани компаньоны от органайзера для готовых работ это обычный хлопок по моему я поняла что мне нужен будет третья ткань потому что но делать кармашки на этом фоне из цветов или на цветном фоне из вот этих немножко грубовато и мне понадобится однотонная ткань я сегодня забежала магазин купила дву ниточку она как раз такая плотненькая то что мне нужно или вот я решила может быть еще использовать мешковинку но мешковинка конечно потрясающе пахнет но она колючая здесь очень много вот видите таких соломок поэтому я решила наверное мешковинку я все-таки брать не буду но все-таки я сейчас еще подумаю и решу нам понадобится дублерин дублерин такой хороший плотный я сама пользовалась другим дублерином вот хочу сегодня попробовать вот этот мне кажется он будет гораздо лучше нам понадобится фетр кусочек для игольницы вот я хочу в данном случае сегодня попробовать кармашек два кармашка с молниями поэтому вот на коротенький кармашек и вот на кармашек подлиннее будет такая молния вот кружева еще не определилась какие нужны декоративная пуговичка вот у меня в данном случае есть две деревянные пуговички вот я думаю что вот это будет хорошо смотреться и возможно понадобится пришивная кнопка в общем мой проект еще до конца не додуман кое-что будет изменяться в процессе шитья нам нужны ножницы мелок или мыло до линеечка естественно вот и наша схемка это очень приблизительный вариант схемы вот размеры я примерно написала для себя а что же нам еще понадобится вот эти два кармашка они будут из вот такой прозрачной пленочки вот видите это любые такие конвертики для подушек для подушек для одеял и там пленочка такая она довольно хорошо в машиночку ложится поэтому в моем случае в этом органайзере вот она видите вот эта пленочка очень удобно прозрачные кармашки конечно нужны потому что в них все видно в общем как то так ну и сейчас я приступаю кровью сейчас я выключу камеру раскрою и покажу по крайней мере что какие кармашки какие нам нужны в общем какие размеры вам попробую дать этот мастер-класс не будет полным да ну так и даже это не мастер-класс это ну просто такое вот ознакомление что ли это чисто моя задумочка я и нигде не подчеркнула сама придумала для себя такой органайзер удобно брать с собой в дорогу в сумочку класть да и вот я сама пользуюсь мне хочется сделать приятно еще одному человеку в общем выключаюсь и встречаемся с вами ровно через одну секунду и так девочки вот перед вами макет все выкроено все детали почти все скажем так что же мы выкроили в итоге это обычный фетр который я вам показывал чуть раньше это я к нему окон тую колпачок чтобы гол за иголки не зацепляться колпачок решила сделать прозрачный не тканевый это карман под ножницы он в икраин и продублеринен плотным дублерином таким рубашечным и вот я за вот эти вот припуски на швы заутюжила уже прервали я все таки на работе снимаю извините так в общем про карман я вам сказала я вот здесь уже отстрочила дублерин я приклеивала вот ровно настолько чтобы я могла загнуть швы потому что дублерин достаточно плотно он такой как тонкий картон получается я выкроила клапан я сначала хотела кругленькое сделать вот для ножничек да но поскольку у меня везде квадратные формы я решила не делать круглые скругленные края у кармашка но все это со строчится вывернется будет очень красиво так это что касается этого кармана да это я вам сказала вот эти карманы я замерила им сейчас покажу что я сделала про размеры я вам скажу как я это делала чуть попозже то же самое вот видите я подготовила кармашек но я его разрежу это здесь просто целенькая пленочка чтобы сделать прозрачные кармашки вот этот карман будет весь прострочен для тонких предметов до для карандашей там для спарывать или так далее этот карман будет свободный вот хотела его сделать с клапаном вот видите тут себе рисовал клапан но вот я сейчас пользуюсь у меня нет клапана вы знаете очень удобно потому что клапан будет мешать только в некоторых вопросах в общем решила пока его оставить без клапана там посмотрю так этот карман убираю все это про дублеринена плотным дублерином вот смотрите здесь у меня уже отстрочено но чтобы более-менее статический вид имела ну и вот при пуске на швы я уже заутюжила просто вот карман который будет на верху это ему не сверху положила чтобы вам визуально представить как он будет выглядеть он будет у меня такой отлетной так для мелочи всякой который высыпается одну под замочек видите его закрою пристрачиваться он будет вот вот так это верхняя в общем посмотрим как получится я еще такие кармашки не делала посмотрим как получится так вот этот карман который будет на молнии вот здесь будет проходить молния и нужно двойную ткань выкроить я пока не этого не сделала объясню сейчас почему он во всю длину вот этой вот створочки до нашего пенала я решила использовать подкладочную ткань вот из-под мешка вот это вот попробую по крайней мере а вам конечно предлагаю сделать из любой ткани которую вы желаете в общем вот эти вот эти детали их должно быть 2 и так что же я делаю самого начала я выкроила по размеру по вот этому размеру выкроила два куска ткани то этот внутренний и этот наружный этот я про дублери него плотным дублерином проклеила да вот эту ткань такая плотненькая двунитку она сама по себе плотненькая проклеила таким для трикотажа дублеринчиком он ну довольно мягкий такой но чтобы толщина была здесь уже часто хорошая толщина вам прям вот как как картон и итак я разметила вам плохо видно вот мелом разметила по два сантиметра здесь и два сантиметра здесь то есть вот эти части 1 2 3 они равны у меня это было мне по 15 сантиметров по 15 с половиной немножечко так получилось вышло и по два сантиметра вот я вам показываю да я разметила и потом мне нужно я понимаю что по схеме у меня идет вот этот карман вот этот я его замерила выкроила да я понимаю что этот карман идет у меня игольница примерно приложила выкроила до игольницу вот хочу я наверное все таки сверху игольница вот прям взяла ножнички прям на работе сейчас секунду положила нарисовала выкроила да все то есть я заранее все размеры не вымеряю потому что достаточно сложно рассчитать правильно уже на месте вот измерила размеры вот от здесь плохо видно от этой белой линии до до краешку я понимаю что здесь у меня будет окантовочка небольшой припуск чтоб карман не не зашел в внутрь окантовки хотя в принципе можно было бы и так сделать но нет то же самое здесь вымерила вот этим между вот этими двумя линиями правда длина высота у них одинаковые видите вот я их сделала почти одинаковыми и соответственно оставшийся вот этот размер ну вот грубо говоря та же история вот вымерила да так что как бы специально рассчитывать все вымерять до сантиметра я такого не делаю просто не вижу в этом необходимости себе кроила блузку платили что-то в этом роде наверно было бы по-другому а тут такая прикладная вещь которая просто рождается на глазах что называется так что же я теперь сейчас буду делать я сейчас вот к этой ткани до внутренней стороне нашего органайзера пристрочу карманы нет наверное да пристрочу карманы всем соберу их мне нужно еще будет отстрочить эти две линии вот эти вот которые символизируют ну как в книжке да как он называется вот этот я не знаю боковой шов в общем к вот этому карману пристрочу для ножниц до кармашек игольницу потом только буду формировать сам вот этот карман большой здесь тоже естественно пристрочу сначала молнию потом буду его пристраивать в общем постепенно постепенно я сделаю все включусь и вам расскажу я не буду строчить на камеру потому что во первых у меня нет штатива с собой во вторых но это про самая простая примитивная работа катус который справится в общем-то любая даже начинающая вышивающий швея и так ждем следующего включения и так девочки решила вам показать один карман вот этот большой на молнии готов мне повезло у этой подушечки вернее упаковки от которой я отрезала вот эти целлофановые кусочки была молния готовая я ее даже и практически не вшивала я оставила ее вот она видите с такой тканью я решила сэкономить ткань вот не тканное полотно просто украсила кружевом ну спрятать да вот этого безобразия ну вот так я решила как-то сэкономить а может быть не сэкономить может поленилась не знаю в своих мотивах сейчас не могу вам назвать и в общем-то карман на молнии у меня готов вот это обычно обычный фетр пришит окантованным ты не отучужила к сожалению будет утюжить мне станд окантованный тканью такой цветной и карман для ножниц в общем-то тоже уже готов все это несложно я думаю это самые простые вещи вот он пристрочен все это я вот так вот а пока на стадии разобранности вот он видите это внутренняя часть кармана снаружи поскольку здесь у меня уплотненная ткань все это будет сидеть достаточно плотно и удобно не знаю надо ли здесь какую-то кнопочку делать потому что ткани очень плотно вряд ли нужны в принципе будут выпадать но я подумал когда я закончу весь процесс я может быть пришью кнопочку так ну вот этот карман готов сейчас я вам покажу еще один карман вот готов еще один карманчик думаю может быть вам объяснить как я думаю это вообще не сложно какой-то тому мне вшивается вот смотрите я взяла кусочек лоскута ткани с лицевой стороны вот так положила молнию лицом к лицу край положила проложила строчку вот так провожу на строчку потом беру второй конец и опять соединяю лицом к лицу молнию с лицевой стороной ткани и опять прокладываю строчку когда строчка проложена все же вывернуто я открываю молнию чтобы потом него можно было вывернуть да и просто прокладываю два вот этих вот этих шва вертикальных вот кармашек такой готов этот карман у меня будет отлетной ну то есть вот вот так будет да и в него можно будет положить бисер в данном случае заготовочку шью для бисера так почти попробую этот свет выключить здесь как здорово без света в общем чтобы сюда нужно было положить бисер какие-то пакетики которые выезжают и благополучно закрыть и не беспокоиться что они будут выезжать то в общем когда я начну собирать все это я вам покажу что же я планирую сделать сейчас на среднюю часть так чтобы понимали что перед вами да это вот такая вот штука вот из лишние ткани и срез потом значит карманы карманы я сейчас к средней части закреплю карманы этот вот этот и здесь будет прозрачный кармашек еще один да я вам покажу что получится я делаю это для того чтобы потом мне нужно проложить вот здесь двойную строчку на расстоянии двух сантиметров вот вот таким образом ну чтобы как бы сделать такой небольшой объем я не знаю буду ли я вставлять такой не плотники картон чтобы держалась может быть так оставлю на общем посмотрю может быть и вставлю что-то такое плотненькое хотя этот картон потом размокнет если стирать придется уж пластик в общем я сейчас подумаю над этим вопросом а пока я буду пришивать вот эти карма вот эти два кармана вот этот карман пока не пришивается его в саму последнюю очередь под кант уже упал это приметаю и упакую значит сейчас я занимаюсь этим карманом на строчками полосочек для узких до предметов сюда вставлять в общем я вам поближе покажу чуть-чуть попозже для вас это будет буквально через секунду и так пришел я эти карманы этот карман несложно было пристрочить вот одной строчкой вот он такой видите очень удобный это я для наглядности ставим ниточки вставила вам предметы которые здесь будут лежать и колочка для поднятия петель ручка ну вот распарыватель да линейку я вставила для того чтобы показать что один карман гораздо шире 3 вот этих да что же я сделала мне нужно было пришить еще здесь то три кармашка а здесь у меня всего один как же я это закрепила значит я разметила ровно посередине мелом строчку не прокладывала и потом разделила на три части вот эту часть я прострочила пока этого кармана еще не было эту часть и это и только потом я пристрачивая середину подложила вот этот кармашек и пристрочила и по бокам спрятав внутрь я просто все закрепила в общем это несложно просто я вам не показывал момент прострачивания выглядит это вот так ну все сейчас это вытащу буду работать дальше это я вам показываю не очень видно поэтому я вам показываю для наглядности но в эти карманы много можно что положите потом покажу что я сюда кладу вот так что пока эти два кармана тоже готовы сейчас я займусь вот здесь еще у меня один карман но он простой достаточно только там тоже есть вот такой вот прозрачненький и там я буду делать немножко по-другому потому что тот карман не пополам не делю сейчас одну секунду я вам это покажу и так вот кармашек находите да у меня вот и вот у меня заготовочка пленочка окантованная тканью здесь я сделаю наоборот сначала я проложу среднюю строчку ну чтобы создать до отделение а потом только заправив концы целлофана сюда пристрочу вот этот карман в этот карман мы будем класть органайзер с бисером вот этот с коврик с липким ковриком да здесь может быть какая-то схема будет сама заготовка вот у меня вот в большом кармане лежать вышиваемая в общем сейчас я вам покажу как закончу вот этот кармашек и покажу вот пришью сначала пришью к этому карману повторяю до одной строчкой вот этот и закреплю его к основе это внутренняя основа наружная часть вообще пока не участвует в нашем пошиве сейчас мы делаем вот на внутреннюю это дву ниточка я вам говорила плотненько дублеренина и я на нее сейчас пришиваю пока все вот эти карманы что я буду делать с следующим этапом с с наружной уже частью да я вам покажу и так вот у нас уже кое-что вырисовывается что же сделала вот посмотрите я сделал такой вот как обложку на книге да мне очень хотелось я долго думала как же сделать чтобы пришить ее чтобы швы не были но здесь еще ладно да здесь карман будет а здесь то у нас уже карманы и швы будут видны и я в общем смотрите проложила двойную строчку двойную строчку чтобы создать объем до некоторые скорее всего я все-таки сюда вставлю какой-то картон потом я нами наметила мелком куда вот эту штуку пришить отогнула вот эту часть пришила вот видите строчку дома вот вот этот вот этот строчечка вот она вот эта строчечка она проходит вот здесь потом она спрячется когда я ее видеть вот так закрою и то же самое сделала сзади вот сзади видите вот она идет только я еще не зашила вторую вот видите как большая большое полотнище вот из карманов то есть я сейчас ее зашью и проложу здесь еще две строчки вот таким образом так вот вы можете видеть уже кармашек у меня еще один готов я хотела еще здесь кружевом украсить но честно говоря у меня оказалось что этого кружева совсем мало и я решила уже не перебарщивать с кружевом ладно посмотрю может быть вручную потом пришьем в общем решила кружевом если здесь видите окантовочка такая еще кружева будет это будет перебор вот и и получается что если сейчас проложу эту двойную строчку мне практически останется закрепить приметать вот этот большой карман и делать окантовку честно скажу я вот окантовку настолько с ней плохо дружу ведь еще ничего не вот таким образом выглядит настолько с ней плохо дружу что я побаиваюсь конечно но бойся не да я забыла сказать что я из вот такой ткани в клеточку сейчас выкрою такой клапан вот здесь его вошью чтобы он закрывал я в самом начале вам показывала пуговичку цветочек но мне кажется будет грубовато в общем я приложу клапан пришлю здесь пи пуговицу скорее всего я сначала думала магнитную кнопку на магнитная кнопка мне кажется быстро накроется проще на пуговичку застегивать может было бы на липучку но испортить липучкой такой красивый фасад не хочется поэтому скорее магнитную кнопку или пришивную кнопку в общем думаю 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 что делать может быть просто какую-то красивую пуговичку поищу и здесь обязательно будет клапана на клапане мне придется пробить петлю но я вам попозже это покажу пока вот на сегодняшний день много работы я вот насколько успела столько успела уже все остальное буду доснимать завтра наверное если будет время потому что то работа закидали и вот получается в итоге такая вещичка сейчас я еще карман что положу покажу вам ну вот как вот видит пока эта работа вот кармаш большой будет там окажется еще один кармашек будет такой да вот все что я могу показать откроется молния будет дополнительный карман прикольничка но она коричневая потому что здесь много коричневых элементов я решила все-таки сделать ее коричневой но какую еще бежевая бы потерялась да и у меня фетр бежевый такой не очень качественный такой плотненький в него хорошо булочки будут входить вот и соответственно вот так все все это нужно будет окантовывать но наверное вот такой тканью вот такой цветастенькой потому что мне хочется не хочется акцентировать вот на этой стороне еще клеткой уже достаточно того что я вот сделала одну ручку такую вот рубашечку не знаю как это называется что же сейчас происходит в работе у меня в общем я вот отстрочила двойной строчкой вторую половинку вставила я туда от папочки вот пришло мне вчера озарение от пластиковой папки во файловой я отрезала часть и вот такие вот штучки я сюда вставила внутрь немного они не доходят до края чтобы я могла окантовочку пришить и мне ничего не мешало значит это придаст нам некоторый объем это придаст нам некоторый объем вот я уже сшила смотрите как в общем закрывается наша папочка да вот здесь у нас получается некоторый объем еще осталось сделать окантовочку что-то вот мне не пускай надо посмотреть что не пускает вот смотрите пока на этот объем здесь его не так хорошо видно но здесь пластиковая вот это вот основа и она прям хорошо держится я пришила кнопочку в общем я очень жалею что не купила магнитную кнопку хотя мне страшно что она вырвется у меня из кожаной сумки вырвалась и я вот побоялась наверное надо было бы в общем я пришила обычную кнопочку я сшила вот такой хлястик он у меня вшит вот в эти два шва конечно вот здесь это видно вот видите немножечко видно но это не существенно я думаю если чуть чуть сильнее сильнее видно вот эти вот строчки я думаю что в процессе работы на функционально же никак не мешает немного эстетически в глаза бросается да вот смотрите это пришел вот этот вот хлястик я его сделала обычный прямоугольник сейчас я вам покажу как он делает уронила телефон на работе конечно но рукой не очень удобно я сложила кусок прямоугольной ткани пополам вот так и по длинной стороне проложила строчку вот вот здесь на 5 миллиметров да потом просто сформировала уголок чиньк чиньк лишние кусочки ткани близко к шву я срезала вывернула и отстрочила в край в общем то вот так выглядит пластик единственное что я сделала я шов повернула к середине видите он у меня и здесь у меня нет шва я пожалела что я не проклеила этот этот клейстик или этот держатель я не проклеила флизелином удобрения нам он достаточно мягкий но с другой стороны я преследовала цель что если набьется вот эта штука чтобы в общем то было удобнее но в общем не знаю вот так это все выглядит короче говоря осталось не только кантовать этот я приметала карман вот приметан и в общем то вот и все что мне осталось сделать вот такая красота получается ну то станет раз просудить вам я пока только нарабатываю он у меня конечно не первый этот органайзер но раньше шел для себя не особо заму задумывалась над какими-то там вещами да сейчас конечно кантовать я задумалась я кантовала косой бейкой вот так по кругу решила сейчас все-таки она у меня выглядит немного такой как книжечка на и решила делать квадратным его этот органайзер с квадратными углами и буду окантовать его не косой бейкой а прямой бейкой посмотрим что у меня из этого получится в общем по прямой да вот так вот это выглядит и включусь уже когда работа будет готова но что вы думаете не было мне покоя эта кнопочка очень плотно садится и я решила все таки ее заменить на магнитную кнопку пошла сегодня купила я конечно была неприятно поражена тому что она достаточно дорогая вот это вот маленькая кнопочка 10 копеечную монету до стоит 180 рублей я бы наверно на оптовой базе купила бы дешевле но к сожалению мне нужно было срочно и вот я сегодня купила сейчас буду перешивать эту кнопку потому что ее пользоваться гораздо удобнее вот но и она наверное эстетичнее немного вот это первое что хотела показать выкроила я перней нарисовала я себе прямую бейку не косую прямую бейку до отделочную просто взяла вот здесь где-то три с половиной сантиметра может меньше 32 и 32 33 и просто начертила нужное количество себе сейчас я это выкрою мне нужно четыре раз два три четыре ну для к покороче начну я конечно пришивать с длинных сторон сначала пришью с длинных сторон а потом попробую сформировать какие-то уголки красивые ну посмотрим что получится потому что ну касая или прямая бейка отделочная бейка это вообще не мой конек я не люблю это дело в общем сейчас я вам покажу результат никак не не расстаться с вами пристрочила я нижнюю и верхнюю планочку до отделочную час я немножко свет уберу и решила вам показать как же я ее пристрачиваю лицом к лицу я кладу планочку с органайзером вот немножечко концы чтобы спрятать их да вот так вот застрачиваю концы она отстрачиваю на ширину лапки потом я отогну сюда до подверну и от строчу в край в общем это все несложно но я на всякий случай показываю как мне было удобно это делать вдруг вы себе возьмете на вооружение в общем простые планки их не заутеживал не заглаживала не просто ровненькие вот выкроила их четыре штучки и потом я отверну ведь как уголки будут спрятаны вот потому что я пристрачивала я сейчас секунду пристрачивала и кончик завернула вот сюда видите теперь когда выворачиваешь образуется неплохой аккуратный уголок вот такой да вот такой вот в общем теперь уже точно все ну и для тех кто не знает поговорку лучший враг хорошего сейчас вы увидите яркий тому пример работа закончена обработана бечкой до решила я эту бечку прогладить гладила гладила слегка в общем она смотрите как выглядит вот и сюда приложила утюг вот нечаянно вот но нечаянно девчонки образовалась дырка первым делом мысль подпороть и перекроить но до того жалко все получилось аккуратно сейчас начну пороть в общем сами знаете когда порешь ткань махрится в общем решила я это дело исправить вот таким образом вырезала из ткани листик продублере не заклеила его закрутила заклеила концы сейчас я его сюда аккуратно на клей посажу в общем и вроде как украшу и в то же время отремонтирую дырку но вот вот такая оказалась неаккуратная я вообще я такие вещи всегда очень аккуратно а тут в общем на работе видимо меня отвлекли дернули и я вот такую вот сделала к кубику но это вот наука будет всем тем кто будет этим заниматься что нужно крайне аккуратно быть очень жалко такую работу конечно переделывать но вот вот так будет теперь небольшая заплаточка вот видите не бывает без огрехов ну в общем все закончена работа осталось мне только перешить магнитную кнопку и я решила все таки эту пуговичку заменить на какой-нибудь обаятельный шармик шармик я посижу поищу в своих запасах у меня не их немного но что-нибудь да найду в общем не все не так сложно вот получилась вот такая работа косая бейка зря меня пугала все очень ровненько аккуратненько получилось меня она вообще послух вот прям послушная была в моих руках все-таки бейка прямая наверно несколько легче шьется нежели косая бейка вот видите немножко темная видно это вставочка да ну вот у меня другой папки не было пока черная поэтому получилось все вот так ну все теперь я наверно уже с вами точно прощаюсь и хочу вам пожелать удачи чтобы у вас все получилось если вы надумаете задавайте мне вопросы с удовольствием на них отвечу с удовольствием да и вот в итоге получилась вот такая вот штучка всем хорошее настроение всего доброго и пишите мне буду рада вас видеть в следующих видео пока по скрипту завтра я буду отправлять посылочку сейчас я вам хочу показать наполненный вариант этого органайзера вот я заменила публичку она оказалась прям идеально в цвет естественно я сделала магнитную кнопку которая очень легко открывается и закрывается до что называется наполнила я этот вариант на подарок и что же он мы имеем открываем и полностью наш органайзер так здесь я не стала внутрь ничего сюда класть я положила вот видите это не съемка а заготовочка сюда я положила бисер который в пакетиках выезжает да вот он постоянно выезжать сейчас вот он но очень хорошо здесь держится так одной рукой неудобно штатив я не взяла ладно ничего страшного вот здесь распарыватель даже пилочку положила магнитик для иголочек катушечка не тогда все видно удобно это иголочки два наборчика небольшие ложечка для набора бисера нитковдеватель вот приклеен мыша шар миг так сказать здесь к ножничкам я вот чтобы было понятно что здесь лежат ножнички лежат пришила вот такую вот пуговичку забавную ну не оставила несколько иголочек и в итоге в общем то вот все наполню не все олечка сама добавит здесь я ставила коробочку всем нам известную да и липкий коврик поместила а здесь небольшой магнитик прицепила на подарок вот и все наполнение коробочка довольно таки толстенькая здесь не меньше сантиметр и 3 миллиметра где-то по толщине ну и я рассчитывал на это поэтому сделала вот эти вот вот это вот расстояние поэтому когда мы закрываем здесь абсолютно все лежит ровненько и абсолютно лежит все комфортно да вот смотрите ничего не топорщится ничего не выпирает вот он мягкий он легкий этот органайзер положил сумку взял в руку и пошел сидишь где-то вышиваешь развернул положил на колени достал бисер до или насыпал бисер и вышиваешь все в общем всем рекомендую такую штуку я очень к ней привыкла когда еще не было липких ковриков с такими баночками я прям клала сюда органайзеры открывала ячейки в них и просто сидела вышивала органайзер стоял у меня на коленях прямо на вот этой вот штучки ну вот в общем то все дерзайте но еще раз говорю напоминаю вам что мне можно писать и задавать вопросы с удовольствием на них отвечу пока